Власти Казахстана заявляют, что беспорядки в городе Женазен остановлены. За время акции протеста только по официальным данным погибли 10 человек, около 75 получили ранения. Однако манифестанты приводят совсем другие цифры. Жертвами событий в Женазене, говорят они, стали около 50 человек. А количество пострадавших исчисляется сотнями. С подробностями Кирилл Кирьянов. Это последние кадры, которые мы получили из Казахстана. В больницы доставляют многочисленных раненых. Ночью в город Женаузен, Новый Узень, вошли уже спецподразделения с бронетехникой. По официальным данным погибших 10. Но естественно плодятся слухи и о куда больших масштабах беды. На первый взгляд началось все вчера. Планировалось, что на этой сцене должно было произойти празднование 20-летия независимости Казахстана. Праздник собрал на центральной площади Женаузена несколько сотен человек. Но в один момент часть людей вдруг ринулась на сцену. Большинство из них были одеты в фирменные бордовые куртки нефтяников. Последние полгода они бастовали, требуя добавки к зарплате, согласно путанному закону о повышающих коэффициентах, наподобие наших северных. Но переговоры зашли в тупик, а часть бастующих уволили. Именно эти уволенные сотрудники по официальной версии и могли спровоцировать беспорядки. Уничтожению также подверглось имущество физических и юридических лиц. Были сожжены автомобили, разграблены банкоматы. По предварительным данным, в результате массовых беспорядков погибло 10 человек. Имеются раненые, в том числе сотрудники полиции. Чтобы разобраться в причинах, нужно понимать, в каком регионе находится Женаузен. Здесь находится один из крупнейших на Каспии портов, Актау, бывший Шевченко, откуда танкеры идут и в Азербайджан, и в Россию. Что же они везут? Итак, опережающая остальную страну по уровню зарплат Мангистауская область, это нефтяная база Казахстана. Это часть коридора в восток-запад, который крайне важен и для Китая. Кстати, китайцы активно вовлечены здесь и в нефтедобычу. Здесь же пролегает новый альтернативный транспортный коридор с север-юг, через Туркмению на Иран. В общем, тот еще геополитический клубок. Есть и свои внутренние особенности. Основное население области составляют адайцы, которые всегда обособляли себя от других казахских родов. Однако версия о том, что инициаторами погрома были именно бывшие и нынешние сотрудники Казмунай-Газа, многими уже ставится под сомнение. Слишком не похоже это было на стихийный бунт. Во-первых, момент для такой акции был выбран идеально. 20-летие независимости Казахстана, когда в столице страны Астане президент торжественно открывает триумфальную арку и принимает парад. Чем не повод сыграть на контрасте? Во-вторых, забастовка забастовкой, но решиться на то, чтобы сжечь машины и палками избивать полицейских, обычному человеку непросто. И в-третьих, масштаб событий. Ведь начавшись на площади, беспорядки охватили весь город. Бунтовщики сожгли здание Акимата, местной администрации гостиницу Аруана и одной из зданий Казмунай-Газа. К ночи ситуация в Жанаузене начала напоминать войну. Телефонная связь и интернет не работали, все дороги в город были перекрыты, аэропорт временно закрыли. По подозрению в причастности к погромам полиция уже задержала около 70 человек.